Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня, 3 ноября, свой день рождения отмечает феноменальный, я считаю, певец, обладатель уникального голоса, композитор, поэт, мультиинструменталист, великолепный артист, а помимо всего этого, человек со своими твердыми принципами, Александр Грасский. Сегодня он гость программы. Говорить мы с ним будем по скайпу, пусть и с погрешностями, конечно же, интернет-соединения, а беседа наша будет касаться прежде всего дня сегодняшнего. Но мы с Александром Борисовичем договорились, что начнем разговор с какого-нибудь хорошего воспоминания. Маэстро довелось работать и общаться со многими людьми, но особняком для него стоит имя Евгения Федоровича Светланова, дирижера. Вместе они делали программу шлягера уходящего века, неоднократно транслируемую сейчас на телеканале Культура, а в Большом театре оперу римского Корсакова «Золотой петушок», где Грасский пел партию звездочета. — Слушай, у нас был гениальный парень, очень-очень одаренный, рано умер. Он был вторым дирижером на этом спектакле. Совершенно великолепный, Андрюша. — И блестяще звучал оркестр, все. Мы репетировали, репетировали. На прогон приходит Светлана, берет палку, и все сразу превращается в другие совершенно качества. — При том, что блестящий музыкант, молодой парень, 34 года, по-моему, 35. Но Федорович вставал к пульту, и оркестр весь вот так, знаешь, бзды. И все мы. — И получалось совершенно, рождалось совершенно нечто другое. Какая-то другая абсолютно атмосфера, другая музыка, и все становилось на большой порядок одухотворения. — Ну, вот такой вот, такой случай. И опять же повторяю, везуха, Володь, везуха. Просто везуха. Мы с ним Кармен хотели делать. — В вашем театре «Градский холл» вы много реализовали из того, что задумано, но... — Ну, главная задача, как я уже сейчас понимаю, это не то чтобы создание некого альтернативного проекта. — Но так получается, что то, что делаю вот в театре «Я», это не совсем то, что общепринято. — Вот общепринято, в средствах массовой информации, и я даже не знаю, как это сказать, в той музыке, которая нас окружает, некое отношение к музыке как к какому-то фастфуду. — Фастфуд, что ли. Вот фастфуд, вот тут перекусили, побежали дальше. — Мне это никогда не нравилось, но в последнее время мне нравится это совсем мало. — Поэтому я собрал такой вот коллектив из певцов и из музыкантов. И, кстати, из технологов тоже. У меня очень сильные технологии в зале и очень сильные технологии. Я думаю, что они из лучших в городе и, наверное, в стране. Они по смыслу близки мне со своими творческими идеями, которые у них есть, поскольку эти идеи театральные, а не эстрадно-шоу-идеи. Понимаешь, мне вот надо, так сказать, вполне бездумно мигать прожекторами. Понимаешь, вот этого у меня нет. Поэтому все ребята, которые работают прямо на свете и на звуке, это в основном люди из театра. И люди, которые у меня собрались в театре, и музыканты, и артисты, и вокалисты, я, конечно, покажусь с хвостуном, наверное, в очередной раз. Но это лучшие 10-12 певцов в стране на сегодняшний день. — Но, простите, ради бога, Александр Борисович, они же все отобраны с проекта «Голос». — А это очень удобно оказалось, за что я очень признателен этому проекту. Это то, что в результате, когда театр подоспел и, в общем-то, был готов к открытию, мне не нужно было объявлять конкурс для набора исполнителей. Я их всех выбрал для себя за 4 года, причем из очень большого количества ребят, которые приходили соревноваться. И дальше у меня была возможность с ними даже и поработать по 2-3 месяца. Понимаете, вот в чем дело. Я не просто их выбрал по каким-то качествам, которые мне показались хорошими. Я же еще с ними имел возможность поработать и как-то чуть-чуть что-то там такое для себя подправить. В результате они все в той или иной форме сейчас в театре работают. И более того, какие-то еще ребята, которые были мной отсеяны на проекте, они тоже где-то недалеко. — А я вот хотел спросить, Александр Борисович, такое небольшое количество, это потому что больше не надо? — Больше не надо, это и так очень много. И у меня не продюсерский центр, у меня только самое начало. Во-первых. Во-вторых, это должны быть только лучшие. Говорим с вами сегодня о настоящем. Ретроградский концерт в рамках программы «Осенний марафон» в вашем театре. — Этот концерт прошел буквально только что. И просто лучший концерт оказался и по приему зрителей, и по качеству. И потом к оркестру играл. Не то чтобы лучший, в смысле, вот лучший, а в смысле лучший, потому что неожиданный. Это задуманный проект. Совершенно ясно, что вот есть концерт Саши Воробьевой замечательный. Там был прекрасный концерт у Лены Мининой и, значит, у Миши Озерова. Был хороший еврейский концерт с еврейской музыкой и так далее. И там были тоже интересные находки, на мой взгляд. Но вот этот концерт полностью придуман от начала до конца, и поэтому он неожиданен. И поэтому люди в зале были просто, так сказать... Ну, знаете, я знаю, что такое успех. — Концерт песни Высоцкого в рамках осеннего марафона. Но ведь очень важны возраст и багаж исполнителя, чтобы понимать эти песни. — Это вы правы абсолютно. Это единственное, как это ни странно, ну не проблема, но единственное сомнение, которое до сих пор есть. И вот почему. Когда я трактую 38-летнего человека, я трактую его со своего возраста, с 66-ти. А они трактуют его все-таки как молодые относительно люди. Они ближе по возрасту к самому Владимиру Семеновичу, но, конечно, им до глубокого осмысления такого, какое было у Высоцкого и, наверное, какое есть уже сейчас у меня, еще далековато. Но они берут темпераментом и, скажем так, ревностным и чистым отношением. Поэтому мне кажется, что даже если это будет не очень здорово принято, вот я специально говорю, то со временем примут. — Александр Борисович, Ваш гитарный концерт, скажите, это только день рожденческая такая история или она будет продолжаться? — Нет, это день рожденческая история, конечно. Потому что, ну, как-то вот из-за чего я стал делать развернутые концерты большие? Из-за того, что мне хотелось самому себе и публике доказывать, что можно и после 66-ти петь классику в полном, так сказать, объеме, с полным диапазоном и владеть различными способами звукоизвлечения и так далее, и так далее. У меня были такие концерты всегда в последнее время. И опера, камерная музыка, итальянские вещи. И они шли по три, по три с половиной часа. И в конце, когда я уже пел под гитару, уже все помирали, а кто-то убегал, потому что на метро опасно. Люди, которые хотели послушать просто гитарные вещи, вынуждены были просидеть три с лишним часа, и только потом услышать гитарные вещи, и потом на часы смотреть и бежать, чтобы не опоздать на метро. Поэтому я решил сделать вот такой концерт, набрать туда репертуар из совершенно разных старых гитарных версий. — Оксан Борисович, выступаете ли вы сейчас с оркестром русских народных инструментов имени Осипова? — Нет, это фантастический коллектив. Более того, мы с ними в очень хороших отношениях, и у нас не просто эти проекты будут впереди, а это будут продуманные проекты. Мы, получается, вставляем все-таки этих там 70 человек к себе на сцену, хотя они друг на друге сидят. Сцена очень маленькая. Я думаю сделать какие-то несколько романсовых таких вот вечеров, где все ребята мои будут петь романсы русские и подрусские оркестры. Совершенно другое звучание. У нас блестящий состав оркестра. Странно симфонического назовем его так. Но есть какие-то произведения, особенно в русской романсовой классике, которые идеально исполняются в сопровождении русского народного коллектива. И они блестяще, фантастично играют. И, конечно же, я буду просить Андропова, чтобы он дал коллектив, и чтобы мы несколько концертов в течение сезона именно русской романсовой классики с ними сделали. Потому что и Елена Минина, и Андрюша Лефлер, и Мишка Озеров, и Саша Воробьева, и Валя Бирюкова, и Дина Гарипова очень здорово поют русские романсы. И вот это все совместить будет очень красиво. И в этом фантастичная возможность театра, если у него едино началие. Если нет никаких каких-то странных людей, которые приходят и говорят, нет, вот в этой программе надо так, а здесь эдак. И в этом отношении, я считаю, что у меня совершенно замечательные сложились отношения с руководством Департамента культуры. И вот тут, знаете, многие всякие выпады есть. Там кто-то с кем-то ругается. Да, я на это все смотрю. Так, знаете, ребята, сделайте как следует. И никто вам никогда не скажет нет. Понимаете, потому что самые разные люди живут в стране с самыми разными взглядами и убеждениями. Но русский человек так устроен, что вот когда он видит сделанное что-то по-настоящему, он свое «я» и свое понимание, в общем, затыкает. Знаете, он видит, чувствует, что вот работа проведена, что действительно люди умеют и не лезет туда. А когда у него возникает сомнение, что кто-то хреново поет, кто-то там не очень, так сказать, как-то себя правильно ведет, ну вот они начинают свои мнения всем навязывать, эти ребята. Ко мне никто не приходит, никто не навязывает, никто не ругается. Ну, не было, такого, я надеюсь, не будет. Помимо оркестра русских народных инструментов имени Осипова, вы в «Мастера Маргариту» в оперу вводили Дживада Гаспаряна с дудуком. Это большая честь для меня, что он согласился это сделать. А доводилось ли вам где-то использовать якутский инструмент – хамус? Ну, этот инструмент мне прекрасно известен, и горловое пение я пробовал в свое время делать сам, да, и двумя голосами петь. Были такие штуки у меня. Конечно, мне не удалось сделать так, как положено. И я слышал, что у меня не получится. Но пока не было такого изыска. Александр Борисович, ну вот 3 ноября. Вся республика Сахай-Якутия поздравляет вас с днем рождения, но, может быть, и именинник скажет какие-то слова напутствия тем молодым людям, начинающим музыкантам, которые нас смотрят. А я бы сказал ребятам, что кровь, пот и слезы. «Блазвит энтерс». Если не будет этих составляющих, ни черта у вас не выйдет, ребят. Потому что, ну, есть такой шанс, что не выйдет, даже если и будут кровь, пот и слезы. Вот будете пахать, пахать, а ничего не получится. Но получиться может только тогда, когда вот это будет потрачено. В принципе, по-другому нельзя. А потом тут тоже не факт, что у кого получилось. Александр Борисович, спасибо вам большое. Наше время, к сожалению, и стекло в эфире. Это был Александр Борисович Градский «Арена событий». Всего вам доброго. До свидания.